Грэм Грин, Бедняга Меллинг Бедняга Меллинг такой безобидный и бесталанный. Я не хочу, чтобы Меллинг и его Барбаригми вызывали у вас усмешку, как у всех докторов, к которым он обращался. А должно быть, они усмехались даже после 3 сентября 1940 года, когда история эта достигла своего печального апогея и его Барбаригми роковым образом задержали на целые сутки слияние двух типографских компаний – Симкокс и Хайт. А ведь интересы компании Симкокс всегда были Меллингу дороже жизни. Вечно перегруженный, старательный, обожавший свою работу, Меллинг довольствовался скромным положением секретаря фирмы. А между тем, по известным причинам, о которых благоразумнее было бы здесь не распространяться, ибо они касаются кое-каких тонкостей английского закона о подоходном налоге, вышло так, что задержка на целых 24 часа оказалась для Симкокса роковой. После того дня Меллинг исчез из виду, и у меня осталось такое чувство, что он уполз с разбитым сердцем подальше от Лондона, чтобы окончить свои дни служащим какой-нибудь провинциальной типографии. Бедняга Меллинг. Это врачи дали его недугу такое наименование – Борбаригми. На обычном языке мы называем его попросту «урчанием в животе». По-видимому, это всего-навсего незначительное расстройство пищеварения, но у Меллинга оно приняло весьма необычную форму. Грустно щурясь сквозь полукруглые стекла очков для близи, Меллинг жаловался, бывало, что у его желудка есть ухо. И правда, желудок его каким-то странным образом воспринимал звуки, а после еды начинал их выдавать. Никогда не забыть мне злополучного чаепития, устроенного в отеле Пикадилли в честь группы провинциальных типографов. Дело было за год до войны. Меллинг посещал тогда концерты симфонической музыки в Куинсхоле. С того дня он уже больше там не показывался. В глубине зала эстрадный оркестр исполнял ламбецкую прогулку. До чего же эта песенка действовала нам на нервы своим бодрячеством, деланной непосредственностью и фальшивой французистостью? Как вдруг в момент блаженного затишья между двумя танцами, когда типографы уже отвалились от бренных останков сладкого пирога, неожиданно послышались отдаленные, словно доносившиеся из глубины отеля, печальные и протяжные звуки, вступительные такты брамсовского концерта? Типограф-шотландец, знавший толк в музыке, воскликнул с суровым одобрением. «Бог ты мой! Да чего же здорово играет!» Внезапно музыка оборвалась, и странное подозрение заставило меня взглянуть на Меллинга. Он сидел красный, как свекла. Впрочем, никто этого не заметил. Эстрадный оркестр заиграл снова. На сей раз, к вящему неудовольствию шотландца, ножки, задик и лошадки. Что за красота! Издается мне, я был единственный, кто с изумлением уловил слабые отзвуки ламбеттской прогулки, явно доносившиеся со стула, на котором сидел Меллинг. В одиннадцатом часу вечера, когда типографы втиснулись в такси и укатили на Юстонский вокзал, Меллинг поведал мне все о своем желудке. «Никогда не знаешь, чего от него ждать. Сущий попугай! Подхватывает, что попало!» Сказал Меллинг и со слезами в голосе добавил. «Я больше не получаю от еды никакого удовольствия, ведь неизвестно, что будет потом. Сегодня это еще что! Иной раз бывает куда громче!» Он задумался с обреченным видом. «Вот в детстве я любил слушать немецкие оркестры. А врачам вы показывались? Не понимают они, в чем дело. Говорят, просто расстройство пищеварения, и нечего беспокоиться. Нечего беспокоиться. Но, правда, всякий раз, как я обращался к врачам, он вел себя тихо. Я заметил, что Меллинг говорит о своем желудке, словно о каком-то мерзком животном. Уныло оглядев костяшки пальцев, он тихо сказал. «Я теперь боюсь всяких новых звуков. Ничего нельзя знать заранее. К одним звукам он равнодушен, а другие, ну, словно завораживают его, что ли. С первого раза. В прошлом году, когда сверлили мостовую на Пикадилли, это был грохот отбойных молотков. И вот всякий раз после обеда во мне начинали грохотать эти самые молотки. Должно быть, вы перепробовали всеобычное слабительное. Спросил я довольно глупо, и мне вспоминается, что на лице бедняги Меллинга, а с тех пор я его никогда уже больше не видел, выразилось отчаяние, словно он распрощался со всякой надеждой найти понимание хоть в одной единственной душе. Я потому никогда его больше не видел, что война оторвала меня от типографского дела и обрекла на всякого рода случайные занятия, так что я лишь понаслышке знаю о том необычном заседании директоров двух компаний, из-за которого и разбилось сердце бедняги Меллинга. Уже примерно с неделю Гитлер вел против Англии блиц и бац-крик, как выражались газеты. Мы, лондонцы, начали было привыкать к тому, что ежедневно бывает по 5-6 воздушных тревог. Но 3 сентября, в годовщину войны, день начался сравнительно спокойно. И все же у всех было такое чувство, что Гитлер может ознаменовать эту годовщину массированным налетом. Вот почему совместное заседание директоров компаний Симкокс и Хайт проходило в несколько напряженной атмосфере. Оно состоялось в грязноватой, набитой реликвиями комнатушке над конторой Симкокса на Фетер-Лейн. Круглый стол, принадлежавший еще самому первому Джошуа Симкоксу, гравюра с изображением типографии, датированная 1875 годом, и Библия, словно попавшая сюда ненароком, единственная книга, когда-либо ютившаяся в застекленном книжном шкафу, если не считать справочника с образцами шрифтов. Председательствовал старый сэр Джошуа Симкокс. Вы без труда можете представить себе его белоснежные волосы и бледное, словно вареное свинино, лицо с чертами типичного нонконформиста. Присутствовали также Уэстбихайт и еще полдесятка директоров. Люди с хитрыми узкими физиономиями, облаченные в черные пиджаки хорошего покроя. Вид у них всех был несколько напряженный. Чтобы обойти новый закон о подоходном налоге, надо было действовать быстро. Что касается Меллинга, то он сидел, пригнувшись к своему блокноту, в лихорадочной готовности дать любую справку любому, кто к нему обратится. Чтение протокола пришлось один раз прервать. Уэстбихайт, который был инвалидом, пожаловался, что стук пишущей машинки в соседней комнате действует ему на нервы. Меллинг вспыхнул и бросился за дверь. Должно быть, он принял таблетку, так как машинка перестала стучать. А Хайт уже нервничал. «Давайте-ка поживее», — сказал он. «Не можем же мы тут целую ночь сидеть». Но именно так и вышло. После того, как протокол был зачитан, сэр Джошуа Симкакс стал подробнейшим образом объяснять со своим йокширским акцентом, что обе фирмы руководствуются чисто патриотическими мотивами. У них и в помыслах нет уклониться от уплаты подоходного налога. Просто они хотят внести свой вклад в военные усилия нации, способствовать укреплению ее экономики. Чтобы узнать вкус пудинга, начал было он, но тут завыли сирены воздушной тревоги. Как я уже говорил, в тот день ожидался массированный налет. Медлить было нельзя, ведь мертвец уже не сможет уклониться от уплаты подоходного налога. Директора собрали свои бумажки и вовсю прыть помчались в подвальное бомбоубежище. Все, кроме Меллинга. Видите ли, он-то знал, в чем дело. Должно быть, упоминание о пудинге разбудило спящего зверя. Конечно, Меллингу следовало бы во всем признаться, но поразмыслите-ка минутку. А у вас хватило бы духу сделать такое признание престарелые джентльмены в респектабельных жилетах на белой подкладке, потеряв всякое достоинство, с ужасающей, неприличной поспешностью бросились бежать от опасности. Я твердо знаю, что поступил бы точно так же, как Меллинг. Спустился бы вслед за сэром Джошуа в подвал, затаив в душе безумную надежду, что на сей раз желудок поведет себя подобающим образом и исправит свою оплошность. Но не тут-то было. Директора фирм Симкокс и Хайт, собравшиеся на совместное заседание, просидели в подвале двенадцать часов. Понимаете ли, по какой-то необъяснимой причуде вкуса желудок бедняги Меллинга усердно подхватывал сигнал воздушной тревоги, но почему-то его никогда не прельщал сигнал отбоя. Грэм Грин Бедняга Меллинг Рассказ читал Владимир Антоник Продолжение следует...